Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про поражение винограда насекомыми. Я покажу, как это выглядит у нас, покажу дырявые листья на винограде и покажу причину, по которой они такие случаются. Ну и в принципе поговорим немножко, что с этим всем делать. Маленькое предисловие. В течение почти 10 лет мы никогда виноградник от насекомых не обрабатывали. И насекомых на винограднике у нас не было. Никаких грызущих, сосущих. Ну, там пару последних лет иногда появлялся там 1-2 свернутых листика, снимали, сжигали и все. То есть какого-то значительного урона, либо значительных таких заметных поражений не было. Но, как говорится, все когда-то бывает в первый раз и у нас появляются, к сожалению, новые вредители и новое поражение на винограде. Итак, давайте же смотреть, как это выглядит. Находим вот такие сухие листочки. Смотрите, черешок он отгрызен, листик уже высохший. Иногда такие листики могут быть и не свернуты, а просто уже высохшие. Ну, видно, что их кто-то вот поел. А если развернем, найдем там белые яйца. Единичные такие штуки, ну, у нас они единичные. Я просто снимаю и сжигаю. Вот смотрите, что эти злодеи делают. Нашла такой лист. Вон, как они его изъели. И он собирается в трубочке все закручивать. Вот так это выглядит с лицевой стороны, вот так с оборотной. Ну, видите, его экскременты черненькие, такие точечки. Смотрите, этот же листик с другой стороны. И вот еще один охотник погрызть. Вот, сжег листает. Не знаю, против солнышка. Но должно быть вам видно. Честно говоря, я вообще первый раз в жизни вижу такое, чтобы так виноград атаковался жуками. Несмотря на то, что и зима вроде холодная была. Ну, как-то их очень много. И смотрите, они не только сам лист ели. Ну, вот подъели и черешок. Ну, как раз готовились подгрызть, свернуть и отложить там яйца. Вот выше тоже видно листик, вот они подъедали. Вот здесь как раз хорошо видно против света. Смотрите, со временем он как бы подъел нижнюю сторону. Но вот там начинают появляться дырочки. Так, и останется такое продолговатое отверстие в листике. И все. И вы будете думать, что это какой-нибудь антракноз, обрабатывается от антракноза. А на самом деле виновник здесь совершенно другой. Вот смотрите, на этом листике хорошо видно. Вон уже серединка разрушается. И получается такой изрешеченный лист. И смотрите, вот такой изрешеченный лист, это тоже никакая не болезнь. Это жук. Здесь, скорее всего, это будет вот тот коричневый, который я вам показала. Он тоже так выедает. И у нас может остаться вообще лист совсем-совсем изрешечен. Вот здесь хорошо видно. Еще как бы не успела серединка высыпаться до конца. Вот смотрите. Вот продолговатый ход, который я вам показывала. Переворачиваем. Вот уже видно. Кушали, кушали. И потом просто остальное стало уже высыпаться, как мертвое. Выглядит всякие эти поражения могут совершенно по-разному. Вот это большой жук ел. Видите, как он это все проел. Этот лист, что лист получился такой решетчатый. Ну и, конечно, основной вопрос. Как это распознать и что с этой всей красотой делать? Ну, как распознать? Вообще, основное качество любого садовода – наблюдение, наблюдение, еще раз наблюдение. Проводите зеленые операции, проводите подвязки. Взяли, посмотрели, обратили внимание. Вот появились какие-то дырочки, появились листики из решечины. Не надо сразу бросаться и все подряд химию лить на этот виноград. Надо найти причину. Потому что, если вы, например, думаете, что это антракноз, и льете системными противогрибковыми препаратами, жуку от этого ни тепло, ни холодно. И наоборот, вы думаете, что это жук, травите свой виноградник из себя тоже какими-нибудь B58. А причина может быть абсолютно другой. Поэтому наблюдайте раз. Второе, заметили? Потрудитесь просто посмотреть картинки в интернете, увидели поражение листа. Поищите, картинка с болезнями более чем достаточно. И я думаю, что вы вполне сможете найти именно ту картинку, которая будет подходить под ваше описание и схожа с вашим. И в некоторых случаях еще на что можно обратить внимание, когда вы переворачиваете листик с другой стороны. Я, конечно, вам уже такие поражения показывала, но видите, там, где выгрозено, рядышком экскременты. То есть, если вот такое вот увидели, то это точно насекомое. И никто другой. И тогда, в зависимости от причины, мы применяем определенные действия и определенные препараты. А значит, что касается повреждений насекомыми. Конечно, например, в странах, где это часто и регулярно, там обработку против насекомых, против грызущих, сосущих, включают в регулярный календарь обработок. Повторюсь, мы этого не делали. У нас, в общем-то, такое первый раз. На самом деле, в такой ситуации, что можно сделать? Ну, я считаю, что если, например, у нас насекомых нету, то ходить и обрабатывать, особенно какими-то высокотоксичными препаратами на маленьких участках, ну, это абсолютно неразумно с моей точки зрения. Ну, вот так случилось, да, что и к нам это пришло, мы это обнаружили. Первое я уже показывала, вот эти вот скрученные листики, мы, конечно же, убираем и сжигаем. Сейчас у нас виноградник цветет. И в это время применение каких-то препаратов, особенно тяжелых, крайне нежелательно. Что делаю я? Я пошла, посмотрела, все равно я хожу, подвязываю, все равно я хожу, там, прищипываю пасынки, убираю усик, еще что-то делаю, да. Значит, в этот момент я прошла, увидела жучка, пособирала водичку, ну, скажем так, да, старый дедовский метод. Если поражение не такое уже большое, сильного урона не наносит, то же, в принципе, можно закрыть на это глаза, ну, или хотя бы подождать, пока виноград отсветет, после этого обработать чем-то. Если мы хотим обработать сейчас, тоже смотрим препараты, то есть, помню, у нас виноградник цветет. Значит, что мы можем сейчас сделать, попробовать, я не знаю, насколько это эффективно, ну, какие-то такие, вот, типа, мыльный раствор, то есть, сделать листик невкусный. Такого плана посмотреть, какие-то средства, которые могут подействовать на этих самых насекомых. Можно попробовать биологические препараты, фитоверм, либо октофит. Вот, они должны работать против вот этих грызущих сосущих. Эффективность, честно, пока не пробовала, не знаю. Я подожду, пока у меня все отсветет, а потом уже буду смотреть. Если нашествие будет продолжаться, конечно, тогда буду чем-то обрабатывать. Ну, поначалу попробую вот эти препараты, типа фитоверм или октофит. Фитоверм точно знаю, что классно работает против паутиного клеща. В теплице я когда-то его использовала. Ну, а насколько он работает в открытом грунте и по таким насекомым, честно, пока сказать не могу. Можно обрабатывать, конечно, и системными препаратами. Какими именно, я не знаю. Какие именно препараты продаются в ваших магазинах. Приходите в магазин, там есть консультанты, они всегда вам подберут те или иные препараты и всегда на упаковках там написано инструкции и дозировка и все остальное. Поэтому найти такие препараты не составляет никакого труда. Еще раз напоминаю, что при выборе тех или иных средств по борьбе с определенными болезнями или поражениями мы должны руководствоваться в первую очередь причиной. А выяснить эту причину нам поможет наблюдение, наблюдение, еще раз наблюдение. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на статью по болезням винограда и мои контакты. До новых встреч!